Я тоже, как и Людмила, очень много употребляла разных витаминов, где мы работали в разных компаниях маркетинговых. Продукт был неплохой, но, конечно, результатов у меня таких серьезных не было. Потом у меня после операции было такое сердцебиение тяжелое и что мне давало одышку очень сильную после операции на сердце, что это было слышно, если человек от меня на два метра, особенно ночью, слышно было. Сейчас это все прошло. После того, как я начала принимать, включила в рацион релакс, я уже всем сказала, что я, наверное, 15 лет уже не спала, так как я сплю сейчас. Даже вот сейчас жара, за два часа до сна, кто-то говорит, что может это не… Это, конечно, не снотворное, но оно действует так успокоительно. Можно его и утром принимать, даже для тех, кто водит машину, это не страшно, но мне он дает тоже хороший сон. Конечно, если я утром иногда выпью, я не хочу спать, я не засыпаю, но вечер, конечно, оно, наверное, что-то мне, конечно, такое дает. Потом скажу за моего друга, очень много, конечно, есть и суставы, и глаза. Скажу за моего друга, которого были, конечно, был грибок на ногах, очень сильный. За сентября он принимал продукт. Сейчас у него уже два месяца назад грибок, ногти вообще как почти у младенца. Вообще исчез грибок. Потом сахарный диабет. Очень большие изменения по простате, хорошие изменения, хотя он с таким трудом начинал, с таким боем, это только Людмила знает, как он начинал принимать этот продукт. Я не верю, что леденцы могут дать. У меня сахарный диабет, они сладкие. А сейчас он, конечно, так как он любит поесть, но все равно изменения у него серьезные по сахарному диабету. Нога от сахарного диабета у него одна была почти до колена черная. Нога стала белой, что никто бы не поверил, что она такая была темная. Думаю, ну точно раны откроются. Так что соседка у меня здесь, вы знаете, вы ее видели, Алена, которая 42 года, со Львова, после родов у нее были такие осложнения, что на 4 года даже без палки не могла пройти комнату. И после трех недель чистки она уже пошла в школу за ребенком и обратно больше, чем километр, без палки. И, говорит, сама удивилась, даже забыла, что палку оставила дома. Люди смотрели, потому что ее все знают в селе, она портниха. И, конечно, но у нее вообще очень много результатов по всему. Так что результаты я могу рассказывать целую ночь о тех людях, у которых моих знакомых есть результаты. Рысь, а какой процесс был у вашего знакомого, который сахарный диабет? То есть ему сразу полегчало, то есть уменьшил сахар? Или там были скачки, там, как процесс этот вы замечали? Замечала. Я не могу сказать еще сразу, потому что он очень ленивый, он в карамели не верил. Надо было, конечно, ему там давать эти карамели, напоминать ему, не заставлять, а напоминать. Потом он, у него образ жизни, только он сидел за столом в офисе и в машине. Он шел не больше 10-15 метров в день. Он любит покушать, он не смотрит на то, что у него сахарный диабет. И только вот сейчас у него с 20-ти, с 19-ти сахар уменьшился на 10-11, несмотря на то, что он продолжает вести такой образ жизни. Это получается где-то 6 месяцев, 7, он уже сам у него стабилизировался, несмотря на такой образ жизни, что он любит покушать и жареное, и жирное, и сладкое. Но болевые ощущения у него были, или он ничего об этом не говорил? Болевых ощущений? От чего? От сахарного диабета? Ну, это же паразитарку, наверное, сначала принимал. То есть, сахар на чем-то же основан. То есть, получается, как он отзыв свой давал в течение этого времени? Ну, он чувствовал, конечно. Сразу он чувствовал себя усталым, потому что идет, конечно, чистка организма. А потом уже подключил немножко больше продукта. И, конечно, он его чувствовал, потому что даже если он мне говорил иногда уже на второй-третий месяц, что он не верит, но потом мне говорит, да, у меня карамель кончается, надо его, надо выписать, пожалуйста, оплатить, надо оплатить и взять мне карамель. Так что такие дела. Потом моего племянника проблемы очень большие, с ногами парень вообще перестал доходить. В 40 лет мускулы и 8 лет инфекция очень страшная. Ему врачи говорили, очень страшное будущее, конечно. И уже, конечно, он принимает с сентября, но мускулы, вы знаете, и кости очень тяжело лечатся, очень тяжело восстанавливаются клетки костей и мышц. Но очень серьезные уже изменения есть в том, что он в день принимал очень тяжелые гормональные таблетки и обезболивающие, такие как бруфен-16 и медрол-32, сколько там, очень серьезные. И вот он принимал по 2-3 в день. А сейчас вообще одну четвертинку может раз в неделю примет. Есть, есть очень много результатов. Давайте я кому-то дам другому слову, чтобы кто-то другой еще сказал о себе. Если понравилось это видео, ставим лайки, делимся в соцсетях, подписываемся и не забываем поставить колокольчик, для того, чтобы не пропустить новых видеороликов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!